Вот так вот выходишь из метро. В Екатеринбурге посредь белой дня, на перекрестке Щерса и не по сезону 8 марта, что возле южного автовокзала, приключился триединный замес с бессознательным пилотом, из цикла подал прямо ко входу в метро. Декорация такая, по Щерса, от Белинского в сторону 8 марта, катилась темно-серая Kia Rio 2016 года выпуска, пилотируемая 40-летним рулевым. Неожиданно под стенами автовокзала водитель киянки потерял сознание, и неуправляемая торпеда заметалась по трассе. Сначала ее бросила вправо, там она шоркнула соседний болид, отскочила влево, воткнулась в кормовую базу второго подорожника, прошкребла ему правый борт, изменила направление движения и, едва не догнав зеленый автобус, направилась ровно ко входу станции метро Чкаловская. Там киянка пронзила насквозь металлическое ограждение, пересекла тротуар и уткнулась носом в ступеньку у входа в метро, не дотянувшись своей разбитой мордой до стеклянных дверей станции. Ну, то есть вы понимаете, да, что жертвы в теории могли быть. Люди могли идти по тротуару или выходить из метро, или в ортогональном направлении могли ехать машины, и неуправляемая кия могла закатиться кому-нибудь прямо в водительскую дверь. Но в этот раз 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 разумным проперла. Ни на дороге, ни на тротуаре киарео никого постороннего не задело, и даже станционные двери не повредило. Из неодушевленных предметов пострадали задетые киянкой Лада и Хюндай Акцент и снесенный кусок забора, который теоретически должен был защитить пешеходов от такой вот торпеды, но он не выдержал удара судьбы и сломался под напором стихии. Стоят еще две машины, пострадали, но на черт состоят пострадавшие. Из хомо сапиенсов единственным покалеченным оказался, собственно, сам виновник замеса Киа Вод, лишившийся сознания посредь белой дня. Его на карете увезли в травматологию с сотрясением мозга, ЧМТ и подозрением на перелом колена. Вот почему 40-летний пилот лишился сознания на ровном месте, это выясняют медики.